Мы посетили Абрау-Дюрсон, один из основных центров виноделия в России. Но уж центр шампанских вин это точно, в этом году ему исполняется 150. В 1870-м, после Кавказской войны и депутации Черкеса в Турцию, здесь образовали царское имение под управлением генерала Дмитрия Пиленко. Открыл эти благодатные для вин места первый окружной агроном Азово-Черноморского округа Федор Иванович Гейдук, который называл их Новой Калифорнией для вин. В 1884-м вино, созданное Гейдуком, легко победило на Ялтинской выставке все признанные вина Крыма. Тогда же появились и знаменитые подвалы Абрау-Дюрсон с их уникальным микроклиматом. Это произошло, несмотря на то, что уже в 1876-м Пиленко и Гейдук впали в царскую немилость. Название этого поселка происходит от названия озера Абрау и реки Дюрсон, что питается четырьмя источниками. В 1891-м главным виноделом Крыма и Кавказа становится Лев Голицын, создатель русского шампанского. Он же усовершенствовал и местные подвалы. Чуть позднее, в 1994-м, в Абрау-Дюрсо приехал Эдуард Вебель, который создал золотой стандарт Каберне и Рислинга. А в 1896-м выходит первый тираж шампанского Абрау-Дюрсо. Француза Виктора Древеньи Николай II пригласил сюда в 1905-м. Древеньи прожил здесь 14 лет, здесь родилось 5 его детей, а качественное производство российского шампанского стало делом всей его жизни. Такое шампанское было уже не стыдно подавать на царских балах и угощать иностранцев. Древеньи пригласил в Абрау-Дюрсо еще 8 специалистов из Франции вместе с семьями. Тогда же сюда зачастили и великие князья, и русская аристократия, и русское шампанское идет на экспорт в США. Даже во время Первой мировой войны Николай II попросил французского президента отозвать Древеньи с фронта и вернуть его к управлению имением. В сложные революционные военные годы Древеньи пытался охранять дело своей жизни, то от красных, то от анархистов, то от белых, и лишь в апреле 2019 года, после смерти своей младшей дочери и звонка французского консула новороссийским, он решился покинуть этот край навсегда. В 2011 в честь Древеньи выпущена коллекция премиальных шампанских вин. Шампанское интересовало Сталина и советскую власть не меньше, чем царя. Поэтому в 1919 здесь образован совхоз, в главе которого стал Фролов Багреев и Эдуард Ведель. Фролов Багреев работал здесь в Абрау-Дюрсо еще в 1904-м. Он имел прекрасное образование, происходил из старинного дворянского рода. Но затем он ушел в революцию, и его попросили эти места покинуть. Уже в 1920-м вышел первый тираж доступного советскому народу шампанского, после чего советская шампанское по Багреевской технологии стало выпускаться в огромных количествах. А Антон Фролов Багреев, благодаря своему сенсационному изобретению, стал лауреатом Сталинской премии, кавалером ордена Ленина и трех орденов Красного Знамени. Благодаря этому методу поражение происходило не в бутылках и в течение нескольких лет, а в огромных резервуарах и очень быстро. Такое шампанское, конечно же, было дешево и стало доступно всем желающим. Хотя высококачественно дорогое шампанское, которое делали по классическому методу с полным циклом ручного труда, не исчезало никогда. Оно поставлялось и в США, и в Канаду, и в Италию, и в Бельгию, и в Бразилию, и в много других стран. В 2004 и в 2013 в Абрау-Дюрсо приезжал Путин вместе со своей командой. А в 2006 завод, собственность, приобрела семья Титовых. Хозяин этой компании Борис Титов, а генеральный директор его сын Павел. Они активно занимаются развитием здесь производства, расширением земель. Поселок также хорошеет. А экскурсии на завод шампанских вин я расскажу в следующем видео.